Что вы чувствовали, когда вы поняли, что вас начинают выдавливать из системы? Они к людям как к мусору относятся. Политика забрала папу в свое время. Это могло быть убийство. Он слишком многим мешал. У тебя не должно быть самоцелью ездить на 600-м Мерседесе и ходить с охраной. Ваша будущая жена уже была девушкой из такой достаточно состоятельной семьи. Ее отец был мэром. Я хотел в политику, но есть такое слово НАТО. И гречевал я. Дмитрий Разумков, один из основных членов команды Владимира Зеленского, его бывший политтехнолог, экс-глава президентской партии, слуга народа, бывший спикер Верховной Рады. Женат, воспитывает двух сыновей. Вы же могли бы вырасти среди книг, Дима. Нет, я не вырос среди книг. Да? Дома не была большая библиотека. Дома не была большой квартиры, чтобы была большая библиотека. Ну да, вы же 14 лет были у бабушки. Да. 14 лет, да? У него горные руки. Вау! Ну вот я начну, пожалуй, с фразы одного известного политолога, который сказал, что для Зеленского Разумкова – это как сын маминой подруги, с которым его постоянно сравнивают. Если… Ну, правда, да. Да. И вот чувствовали ли вы в отношениях с Зеленским как раз такое отношение к себе, да? Были ли вот эти нотки раздражения? Не знаю. Мы народ по-русски? Да, по-русски. Для Ютуба 100%. Не знаю, потому что сказать, что у нас когда-то были близкие отношения с Владимиром Зеленским – нет, не было. Не были рабочие, не были нормальные во время избирательной кампании. Потом, наверное, они стали меняться. А сравнивали ли меня с сыном маминой подруги? Не знаю, надо у него спрашивать. У меня таких сравнений не было. Да, я понимаю, о чем вы говорите. Да, но у меня таких сравнений не было. Каких-то личных восприятий сын маминой подруги, внук, правнук или кто-либо еще не должно быть. Это работа. Это не значит, что ты должен кого-то любить, с ним дружить. Но на работе ты должен, а, уважать даже своих оппонентов, б, ты должен действовать не исходя из каких-то своих личных восприятий процесса, а из того, насколько правильно, эффективно человек выполняет свои функции. Вы помните, кто вас познакомил? Да, конечно. Меня с Зеленским познакомил непосредственно Баканов Иван Геннадьевич. Потому что некоторые говорят, что ты покойный юрист Нижний. Вот, я же не договорил. А с Иваном Геннадьевичем меня познакомил Сережа Нижний. Действительно покойный уже Сережа Нижний. Он много сделал для избирательной кампании. Он много сделал и для команды, которая пришла. И для Зеленского он много сделал. И многие люди, которые попали на тот момент в штаб, в избирательную кампанию, они попали благодаря Сереже. Он многих привел. А Сереже где вы познакомились? А с Сережей познакомил наш общий друг, знакомый Андрей, с которым я там много-много лет вместе работал, дружил. Что сказал Сергей, когда познакомил с Бакановым? Зачем это знакомство надо? Ну, это произошло до октября месяца. То есть я начал работать в штабе 11-го. 9-го я познакомился с Зеленским. 11-го я вышел на работу уже в штаб. А познакомились мы с Бакановым еще весной. Весной 2018-го года. Вот. В офисе у Сережи Нишнего. И уже тогда были разговоры о том, что... Будут выборы. Что могут быть выборы. Будет политическая кампания. Что будет кампания, да. Но потом вопрос как-то снялся с повестки дня. А потом он снова возник. Чем Баканов занимался тогда, в 95-м квартале? Я не знаю, чем Ваня занимался в 95-м квартале. Он закрывал юридический блок. Он был генерал. Я, честно, не вникал в квартал. Я никогда не работал ни с кварталом, ни в квартале. Слава богу. А во время работы в штабе он многие процессы на себя замыкал. Что касаемо юридического направления. Это все было на нем. Это как бы... Ну, общее управление даже не... Возможно, такой боковой даже вопрос. Но вот просто поскольку мы заговорили о Баканове, чтобы не возвращаться к теме. Как вы считаете, насколько было адекватным его назначение на должность руководителя СБУ? Ну, он был не из системы на тот момент. Это вопрос не как раз к Ване. Это вопрос к подходу у Владимира Зеленского. Он назначает на позиции понятных для себя, знакомых для себя, длительный промежуток времени людей. Часто это позитивные назначения, но... Вернее, редко это бывают позитивные назначения, а часто, к сожалению, нет. Позитивные в смысле адекватные. Нет, они могут быть и адекватными, или люди нормально себя проявляют на этих позициях. Ну, то есть человек может прийти не из системы и показать нормальный результат. Это не означает, что это невозможно. Но чаще всего подход по принципу «слой чужой» он дает сбой. Разве возможно показать адекватный результат в спецструктурах или на спецдолжностях для человека, который не знает, что это такое? Можно, в зависимости от того, с кем ты будешь работать и кем ты себя окружишь. Но я, когда приходил на должность главы Верховной Рады, у меня тоже не было. У меня даже не было опыта работы в стенах парламента в качестве народного депутата. Но мне хотелось бы верить, что много у меня получалось. Но политика – это же особая история. Политика – это формирование смысла. Но когда речь-то специально о спецслужбах, например, где очень решающее значение имеет, знаю тебя там или нет, пользуешься ли ты там авторитетом, понимаешь ли ты, как это функционирует. Или должность, простите за заезжу, например, главного врача. Если ты возглавляешь хирургию, ты должен шутер понимать в хирургии на самом деле. Ты должен понимать. Но опять же, смотрите, давайте не путать должность главврача и директора больницы. Это разные вещи. Я же не говорю директора. Менеджмент – это менеджмент. Да, менеджмент. И в таких ведомствах менеджмент тоже. Мы можем поприводить разные примеры, когда люди приходили на должности министра, в том числе и силовых ведомств, и потом показывали хороший результат. Правда? А можем поприводить примеры, когда приходили вроде и системы, но лучше бы их туда не назначали. Для компании предвыборной, да, 19-го года вы были системообразующим человеком. Там было, ну, таких людей немного. Но вы как раз один из тех людей. Чисто эмоционально, по-человечески. Что вы чувствовали, когда вы поняли, что вас начинают выдавливать из системы? Я не чувствовал, что меня начинают выдавливать, потому что я в эту систему не попадал. У нас даже на этапе избирательной кампании, у нас не было там близких каких-то дружеских отношений с президентом. Была его кампания, я выполнял свою... Я не могу назвать это работой, потому что за работу... А, ты получаешь деньги, я во время избирательной кампании не получал гонораров и тому подобное. Я действительно работал... Мне было интересно, я мог себе это позволить. В том числе в финансы. У меня был когда-то на этапе вхождения в этот проект разговор с женой. Я говорю, ну, вот можно пойти или поработать на избирательной кампании, или здесь принять участие. Ну, вот так. Говорит, ну, ты можешь себе же это позволить. Я говорю, могу. А почему вы могли себе это позволить? Смотрите, я же не бедный человек. Мне на жизнь хватает, моей семье на жизнь хватает. По сравнению с многими, кто нас сегодня смотрит, я однозначно себя чувствую. У вас же не было в системном бизнесе. Откуда были деньги? Я работать начал с первого курса. Я работал в разных направлениях. Начиная там от того, что мы машинами занимались, заканчивая и финансовым сектором. Машинами занимались, торговали? Гоняли, да. Да, у меня первая машина была Таври. Я приезжал в КИМО, в Киевский институт международных отношений на Таври. И я себя абсолютно спокойно там чувствовал. Помню, как меня товарищи ее когда-то вручную переставляли, однокурсники. Поэтому я много где поработал. А вы на первом курсе-то какие деньги купили Таври? Таври я купил напополам с мамой. Она стоила 3200. Я, как сейчас помню, в ней стоял магнитофон Маяк. Покупал я ее вот там, где сейчас на столичке станция Мерседес. Я там покупал Таври. Мы покупали ее напополам. Часть у меня была денег, часть мама добавляла. А следующую машину я уже покупал сам. Где-то через полтора или через два года. А какой была следующая машина? Ниссан Альмера серая. А следующая это была на каком курсе? Следующая, ну если это было... Права я получил 23 февраля. Ну ты где-то через два года это получается, ну какой? Ну наверное третий курс. Ну вы же учились, как вы за два года заработали на следующую машину? Я работал. Я работал с первого курса. Работал. Работал кем? В том числе, я же говорю, машины гоняли. Машины гоняли? Вот прям лично сидел за рулем и гонял машину? И лично? Откуда? Из Германии? Нет, 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 нет. И с границы забирали. А, вот там вот. Просто перекупали. И такое было, и такое было в жизни. А кто с вами тогда был? И грачевал я на машине. А кто с вами тогда был? Кто был? Вот это же компания, людей, с которыми ты гоняешь машины, и компания, с которыми ты ведешь предвыборная компания, это вообще разные слои людей. Кто с вами тогда был, когда вы гоняли? Абсолютно тогда были и те, кто там... Тогда другие времена были. Я же говорю, что было такое, что относительно рано не стало папы в 16 лет. И было такое, что я на Таврии за ночь наезжал по 200-300 километров. В том числе и подрабатывая таксу. И такое было. Вы в Киев переехали в 14, да? В 14 лет. Я, поскольку я из Житомира, я отлично помню, что когда я приехала в театральный, вот то, что мы вспоминали тут за кадром, я первые полгода себя очень чувствовала, ну, потому что там со мной на одном курсе были там режиссеры, артисты, ребята из Киева, они по-другому были одеты, они там загадочно курили на перерывах там с чашками кофе, обсуждали какие-то вещи, которые все-таки я не сильно знала, понимала, какие-то там театральные тусовки и так далее. Вы почувствовали вот это, когда вы попали там в элитный лицей, переехав из города Бердичево, там от бабушки, от дедушки, из другой совершенно атмосферы, из другой среды? Потому что кто был в Бердичево, тот понимает, что все-таки это не Киев. Вы почувствовали вот эту разницу? Бердичево это не Киев. Не Киев. Хотя в Бердичево было очень много того, чего нету в Киеве. Да, ну вот никто же не сомневается, что вы любите город своего детства. Понятно, но все равно маленький, провинциальный, не сильно может быть, ну там, я не знаю, гламурный городок. Нет, он вообще не гламурный городок. Да, 90-е годы. Вообще не гламурный. Бедно, там туалет на улице, как вы говорите, и так далее. И вдруг вот это все, да? Вы чувствовали себя своим или чужим? Слушай, просто мне интересно было мысленно проследить, вы же как бы каждый раз, попадая в новую среду, вы оказывались в ней чужим. Мы сейчас еще дойдем до среды Зеленского. Вот этот момент, когда вы в 14 лет попадаете в среду достаточно разбалованных детей, потому что их родители, кто там в ЦК когда-то работал, кто еще где-то. Понятно, в таких лицах кто учился, да? Нет, там разные были ребята. Вы не совсем тут корректные. Из бедных семей тоже, из семей следствия тоже были? Из семей небогатых тоже были. Смотрите, это был действительно лицей, это 38-й лицей, но там были разные дети. Там были и дети, которых на Мерседесе привозили, и дети, родители которых, ну, зарабатывали очень немного. Не было там... Ну, был у кого-то папа сторож или папа вахтер? Папа сторож, наверное, нет, но папа, который работал на заводе, да. Инженером? Да. Более рабочим? Нет. Были и семьи, где там была одна мама и тянула семью. И такие были семьи. Вот, то есть не было вот этого момента чужой? Не было. Был другой момент. Мне очень тяжело в этом плане было, потому что я переезжал из Бердичева, и там был отличником. Я учился на дне пятерки, у меня это там достаточно легко получалось. Ну, уровень образования, конечно, в Киеве, да и сейчас, а на тот момент в Киеве и в Бердичеве он все равно отличался. И когда ты переезжаешь сюда, а еще так получилось, я выпал где-то на месяца три из процесса обучения, потом приходишь в абсолютно новую среду, с абсолютно новыми требованиями, с абсолютно новыми вызовами. На тот момент это тоже были вызовы. И ты слетаешь там с пятерок на тройке. Да, я достаточно быстро восстановился. Да, я там благодаря маме, которая и по репетиторам я много ходил и все. Я быстро нагнал это. Думаю, что за полгода я это все нагнал. Я обратно вышел там на пятерки. Но, тем не менее, плюсы надо отдать должное преподавателям в лицее. Это какой класс? Седьмой? Нет, это был восьмой класс. Середина восьмого класса. Восьмой класс уже огромное значение имеет одежда, у кого какие джинсы, у кого какая пульта. А я к этому очень легко относился. Вот не было там такого. Нет. Вот поверьте, может мне повезло. Часы, рюкзак. Это не был Кловский лицей, где учатся богемные дети часто. Это был лицей с хорошим образованием, но без деления на классовое ненависть и неравенство. То есть этого ничего не было? Этого не было. Этого не было. И были разные ребята. Есть те, с кем я дружусь сегодня. Да, мы не так часто видимся, но я с ними дружу сегодня. А есть те, с кем не общаюсь, так получилось. Ну, просто так вышло по жизни. Дим, а в институте же было уже это соперничество? Институт международных отношений, это же как бы... Да, там уже другая. Это же такая мекка снобизма. Там было другое, да. И да, мне там народ задавал вопрос, а как же ты на Таврию приезжал в институт? Да легко я приезжал. Ну, я правда к этому очень легко отношусь. Я не гонюсь за там брендами, я не гонюсь за какими-то такими вещами, которые... Я на это легко смотрю. В этом возрасте всегда хочется себя чувствовать своим среди, понимаете? Да, но ты должен объективно оценивать свои возможности. Ну, то есть я не мог себе позволить ходить там по кафе, по ресторанам так, как это могли, допустим, позволить некоторые мои сукурсники. Тоже не все очень. Многие тоже работали. Но ваша же будущая жена уже была девушкой из такой достаточно состоятельной семьи. Ее отец был мэром. Нет, это тоже... Смотрите, ну, если я начну рассказывать, насколько мы жили, когда начали встречаться, это основной доход, кстати, от меня был, я тогда просто работал. Нет, это так кажется. Смотрите, в Кему тоже были разные. В Кему очень немного было глупых людей, много было лентяев, да. Были люди, там была молодежь, так называемая золотая молодежь. Но очень многие пробивали себе путь в жизни сами. Ну, я помню своих же однокурсников, которые сами выстраивали свою карьеру и достаточно успешную карьеру. И не потому, что им родители помогли. И тут сейчас уже непонятно, кто кому больше помогает сегодня. Со временем, да. Со временем понятно. Поэтому, нет, это не так. Действительно, в институте было очень много там и пафосных ребят, да, и людей, которые приезжали там и с водителями, и с охранниками. Это тоже было. Но, опять же... А как вы к этому относились? Спокойно. А как я должен был к этому относиться? Ну, не знаю. Очень часто молодому человеку, когда он смотрит на это все, хочется так же. Хочется, он думает, сейчас немножко подкаплю силой денег, у меня тоже будет охрана, у меня тоже будет этот пафос. У меня охрана появилась только, когда я стал главой Верховной Рады, потому что, ну, так положено по безопасности. И, опять же, я и сейчас не боюсь по улицам ходить. Надеюсь, я потом не буду бояться ходить и общаться с людьми. Это твой внутренний мир. У тебя не должно быть самоцелью, да, ездить там на 600-м Мерседесе и ходить с охраной. Ну, вот мне кажется, что так. Поэтому и в институте, я же говорю, я себя абсолютно комфортно и спокойно чувствую, ездя на Таврии. Я ту Таврию собирал, разбирал сам. Бензонасос, который постоянно рвался, я уже потом на время мог собирать. Ну, у Таврии ужасная машина. Вот такая машина, поверьте мне, вот такая машина. Особенно, когда она твоя. Ну, этого вполне достаточно для того, чтобы... Ну, это гораздо лучше, чем... Чувствую себя королем жизни. Да, вот. Да, может быть, не в кино, но на тот... Не в кино, вернее, но на тот момент очень многие мои сверстники не могли позволить себе и Таври. А дальше, да, ты идешь, ты зарабатываешь, ты развиваешься. И у тебя это и получается или нет. Я вам больше скажу, если у тебя чего-то нет в начале, то по жизни ты можешь добиться, часто можешь добиться большего. Ну, конечно. Потому что ты хочешь развиваться, ты хочешь добиваться новых каких-то вершин, ступеней. Ну, вотива больше, когда у тебя чего-то нет. Да, единственное, важно, чтобы ты не готов был идти по головам. Вот принцип, а мне все равно, то есть цель оправдывает средства, это не мой вариант. Я его не исповедую, никому не рекомендую. Потому что рано или поздно этот подход догонит и тебя. Дмитрий, это все понятно, да. Но ведь я очень часто убеждала в жизни в том, что люди, которые чего-то добились, все равно им приходилось совершать поступки, которые красивыми нельзя назвать. Потому что в какой-то момент ты сталкиваешься с какими-то компромиссными вещами, ты выбираешь. Либо ты возвращаешься назад, тебя откидывает, либо ты идешь на этот компромисс для того, чтобы перепрыгнуть на следующую ступень. Далеко не всегда. Смотрите, нет, компромиссы в жизни должны быть. Ты никуда не денешься. Жизнь, она состоит из компромиссов. Она состоит из договоренностей, она состоит из обещаний. А у тебя не должно быть компромиссов с совестью. Но если ты нормальный человек, то есть у тебя красные линии, которые в твой компромисс не может их переходить. И вот когда я говорю идти по головам, это как раз тот формат. Да, есть вещи, когда ты, скрипя сердцем, это делаешь. Тебе это не хочется, тебе это не нравится. Но есть такое слово «надо». А есть вещи, которые нельзя оправдать словом «надо» или словом «хочется». Потому что их делать нельзя. Они являются аморальными, они являются неправильными и тому подобное. Смотрите, готовясь к этому интервью, я разговаривала с рядом людей, в том числе с людьми, которые вас не очень любят. Но даже эти люди говорят, ну, Разумков это не про деньги. Это про, вот у него есть какие-то там свои карьерные задачи. И вот, собственно, им подчинено все. Насколько это так? Я не про деньги. Скажем так, у меня никогда деньги не стояли целью. Да, они нужны для того, чтобы обеспечивать семью, для того, чтобы нормально чувствовала себя родные и близкие. Ты должен понимать, что у тебя есть завтра на хлеб. Но идя по своему жизненному пути, это никогда не было самоцелью. По поводу карьерного роста. Да, но в большую политику я же попал не так давно. В 2019 году. До этого я занимался и политконсалтингом. Мне это было интересно, правда. Что вы тогда хотели для себя? Я хотел в политику. Я хотел в политику, потому что я хотел в политику для того, чтобы реализовать то, в принципе, что я говорил в 2019 году. Но вы же понимаете, что попав вот в этот водоворот, который сейчас вы попали, потому что так или иначе вы сейчас в большой политике, вы обрекли своих близких на жизнь в определенном формате. Ну, то есть, например, я разговаривала с актерами театра «Русская драма». Они говорят, что Наташа никогда не говорит о сыне. Наталья стала просто человеком, которого никогда не обсуждает семью. Которая никогда там ничего. Конечно, в определенной конфигурации находится ваша жена. Не думаю, что она может очень свободно, я не знаю, ходить на вечеринки с девочками, еще что-то такое. Дети наверняка с охраны. Да? Как я понимаю, в школу ездят. Нет? Нет? Нет. И не знаю, с кем вы общались в ЛЭСе. У мамы в жизни... Не буду говорить. У мамы в жизни навряд ли что-то поменялось в плане общения. У нее поменялось другое. Она действительно очень сильно за меня переживает. И когда я был главой Верховной Рады, и сейчас, вот прямо сильно переживает. Да, потому что она это видела в своей жизни. Политика забрала папу в свое время. И, конечно же, как любой маме, особенно прошедшие эти испытания, ей это тяжело. В плане обсуждения. Ну, она и раньше, как говорится, Костя мне точно ни с кем не перемывала. Она понимает, что это тоже риски, как это может быть использовано. По поводу жены, жена спокойно ходит по улицам, ходит в магазин. Иногда со мной дети никогда не ходили с охраной. Слава богу. Ни в школе, ни в садике половина, я думаю, больше, чем половина, не знала, чьи это дети. Да это и нормально. Но вы же с охраной? Ну, я с охраной, конечно. Почему семья не с охраной? Ну, потому что это не являлось необходимостью. Смотрите, все должно быть в меру. То есть, если, не дай бог, был бы риск, слава богу, у меня такой руководитель охраны был, такие ребята, которые понимали, что стоит делать, что не стоит. Если вы посмотрите, как работает охрана отдельно взятых, высокопоставленных лиц, они к людям как мусору относятся. Я не позволял себе так себя вести. И ребята, которые со мной работали, никогда на такие вещи не шли. Они сначала думали, потом делали. В большинстве своем происходит от обратного. Поэтому, если в этом нет сегодня необходимости, ну, зачем это делать? Ну, зачем детей приучать к чему-то? Вы помогаете маме материально? Не сильно, потому что она достаточно, она самостоятельная. Если нужно, конечно, я помогаю. Но она у меня не, вернее как, она у меня точно не находится на, как говорится, на еждивенье. Я просто слышала, что очень много родственников, что вы всем помогаете, всех поддержите, что семья большая со стороны мамы, там, братья, сестры и так далее. Нет, у мамы есть одна сестра, она живет в Чернигове, дядя, ну, это мои очень близкие для меня люди. У них есть дочка тоже. Ну, то есть вы помогаете всем? Ну, если я могу, я что-то, наверное, помогаю. Но, слава богу, все самостоятельные. Слава богу, все самостоятельные. И никогда они, они наоборот, они, там, чтобы, не дай бог, никто ничего не подумал. Все достаточно скромные. Вот у меня скромная семья в этом плане. А это у нас от бабушки с дедушкой, они такими были. Я хочу вам задать один тяжелый вопрос, но не знаю, как прямо это сделать. Но постараюсь. Если вы скажете, что это некорректно, мы сразу перейдем к другой теме. Смотрите, я только недавно узнала, что все те россказни, которые пишут, короче, о том, что мама с папой не были разведены, что они практически были до последнего вместе, что мама ходила от папы в больницу до конца и так далее. И я слышала от очень близких к вашей семье людей о том, что никто не верит. Короче, уход был таким быстрым отца, что все думают, допускают, что он мог быть неестественным, этот уход. Я практически уверен, что он был неестественным, этот уход. Я сейчас не хочу вдаваться в многие подробности. Что были люди, которым просто не нравилось его влияние на Кучму и что он очень влияет на человека. Очень многим не нравилось не то, что влияние на кого-либо, а то, что он делал правильные вещи. У него был авторитет, у него был ум, у него была возможность влиять на процессы. В хорошем смысле этого слова. Я понимаю, да. И многим это действительно не нравилось. Потому что я понимаю, что для каждого ребенка папа это всегда какой-то там идеальный образ. Но если мы берем стороны украинской политики и делим их все-таки на светлые и темные, он точно был на светлой стороне украинской политики. Об этом говорят все те, кто с ним работал. И уже сколько лет прошло? 22 года прошло, как его не стало до сих пор. Те, с кем он работал на разных должностях, они очень тепло о нем отзываются и позитивно. То есть как раз из-за его окружения допускают, что это могло быть убийство? Я считаю, что это был неестественный уход из жизни. Еще раз повторюсь, по многим причинам. Начиная от того, как быстро это происходило, те процессы, которые этому предшествовали и которые происходили во время. Ну вот мне говорили, что он бегал 10 километров каждое утро, и вдруг в один прекрасный день началось вот это падение мгновенное. Да, он сгорел за полгода. Официальная версия была онкозаболевания. Но еще раз повторюсь, много-много-много моментов было, которые в логику не ложатся. Поэтому я тоже практически уверен, что это было не просто так. Это было не просто так. Он слишком ноги мешал, как говорили тогда. Почему же я его очень любил? Ну, действительно воспринимал как сына. Почему, вот как вы считаете, не было предпринято даже каких-то шагов, чтобы расследовать всю эту историю? Ну, Леонид Данилович действительно хорошо относился к папе, это правда. И это было обоюдно. А почему так получилось, сейчас не знаю. Почему вы так раздражаете Андрея Борисовича? Я им искренне не завидую работать со мной. Красивая сказка. Это же было так. Ведение на пресс-конференции – это не предел. Почему не случилось-то? Эта команда глупая и вредная. Слышали о том, что места продавались? Это было просто нарушение закона, на который предлагали пойти. Вы что, не понимали, что один раз не бывает? Хорошо хвалят. А он комфортнее. В украинской политике, Дмитрий, очень часто пользуются популярностью люди, которые, знаете, «будет проще, к тебе потянутся люди» называются. Популисты, иными словами. Не, «будет проще» – это разные вещи. «Будет проще, к тебе потянутся люди» и «ври в три короба» – это абсолютно разные подходы. Ну, вот у нас как раз, так сказать, формат простоты выбирают такой. Иванушка, дурачок – это, конечно, формат нашей политики. Честно говоря, Дима, вот эта вся история со стадион так стадион. Мы это самое выдадим всем по, я не знаю, условно говоря, по кошельку денег. Мы сделаем для всех справедливое общество. Мы там сделаем работу еще с едой и прочее. Это же была форма популизма, причем такая популярная. Нет. Нет, стадион так стадион. Ну, во-первых, это уже оппоненты отвечали тогда, стадион так стадион. Я сейчас не про ролики, я про те. Нет, я говорю форму вот этой избирательной кампании. Нет. Когда не было ничего конкретного, а визия будущего преподносилась просто как продолжение фильма «Слуга народа», красивая сказка. Это же было так. Смотрите, я отношения к написанию сценария «Слуги народа» не имел никакого. Я понимаю. Я сейчас договорюсь, да. А к тому, что я говорил на эфирах, я имел непосредственное отношение, потому что я в это искренне верил. И поверьте мне, при наличии желания это все можно было сделать. Просто для этого нужно было по конкретно взятым направлениям. Ты не можешь быть специалистом во всем. Тебе нужно было подтянуть качественных людей, которые бы выполнили эту задачу. Дать им полномочия, дать им возможность. Не управлять ими в ручном режиме. Потому что такие уникальные возможности, которые были в 2019 году, ни у кого до этого не было. Был президент, был парламент, полностью парламент. Притом парламент, я сейчас говорю не только про «Слугу народа», а и про остальные политические силы. Почти все политические силы, они лояльно были настроены. Они были готовы или помогать, или не мешать. Ну почти все. Не будем вдаваться в подробности. Дальше. Все силовики. Поддержка общества. На реформы был лаг по времени год так точно. И при наличии желания и возможности делегировать полномочия, это все можно было сделать. И именно это мы обещали во время избирательной кампании. Что мы придем и на ключевые направления подтянем людей, которые в этом разбираются. Почему не случилось так? Мне тут тяжело уже говорить, почему так не случилось. Потому что президент после инаугурации занимался кадровой политикой, а я занимался избирательной кампанией. Потому что потом была... А кто формировал вот эту... Вот как говорят, было три колонны, да, фактически. Вам, как говорят, как мне сказал человек, которого вы безусловно хорошо знаете, вот вчера я с ней как раз разговаривала, что вам разрешили двух людей привезти, фактически. Я трех... Нет, вопрос не... А Вася Мокон и еще там кто-то. Трех людей я привел в парламент. Я объясню почему. Не потому, что мне разрешили или не разрешили. Я очень ответственно подходил к этих вот... То есть тех, кого ты рекомендуешь... А кто эти трое, кого вы порекомендовали? Вася Мокон, Неля Яковлева и Владимир Козак. Это три человека, которых рекомендовал я. Я их рекомендовал, исходя из того, что я знаю их профессиональные качества. Я понимал их внутренний мир и моральные базисы, по которым они живут. Я понимал, что это люди, которых рекомендовать мне не стыдно. Да, в парламенте сегодня, слава богу, есть еще люди, которых бы точно я готов... Вот если бы откатить время на 2019 год, я бы точно их рекомендовал для того, чтобы они тогда попали в список партии «Слуга народа». Ну, кто занимался? Ну, смотрите, говорят, что Корниенко, как утверждал покойный паряков, продавал какие-то там места в регионах, на местах. Я не занимался мажоритаркой. Мажоритаркой больше действительно занимался Корниенко. Но вы слышали о том, что места продавались? В списке места не продавались. Список формировался по нескольким подходам. Я вам больше скажу, до последнего люди не знали, на каком месте они будут стоять. Ну, вот, например, вы вспомнили моих коллег? Они узнали о расположении своем в списке во время съезда. Это делалось потому, что любая информация, что ты будешь там 25-м, 68-м или еще каким-то... Кто утверждал? Кто утверждал? Кто будет 25-м, кто 8-м, а кто 335-м? Это совместно было и президенту. Последнее слово было за президента. То есть президент лично занимался списком? Ну, смотрите, не президент лично занимался списком, формировался из, как вы сказали, нескольких колонн. Там были регионы, то есть те, кого подавали региональные структуры, штаб, которые прошли избирательную кампанию, команда экспертов, которая была там показана во время права на Владу, Бердио, это Леша Гончарук, там каждый десятый человек в списке, это был по большому счету тех, кого рекомендовал он. Ну, сейчас, по прошествию лет, я думаю, что Алексей Валерьевич плохо разбирается в людях и думаю, что он со мной согласится на самом деле. Илья Павлюк, говорят, тоже имел непосредственное отношение к тому, чтобы заводить своих людей. Ну, региональные команды предлагали своих людей, вот я думаю, что можно отсюда. Игорь Валерьевич, какой роль играл в этом? Он тоже ведь предлагал своих людей? Не знаю. Опять же, я думаю, что если мы говорим там о каких-то людях, которых можно связывать, это больше мажоритарщики. Андрей Богдан... Андрей Богдан тоже предлагал людей в список, но опять же, они были задействованы в той или иной степени во время избирательной кампании. Кто-то помогал на местах, кто-то помогал организационно. Ну, вот, в принципе, так и был наполненный список. А по мажоритарке там была другая уже ситуация. Ну, мне рассказывали, что вы с самого начала... То есть, то, что потом вылилось в конфликт, в принципе, началось с самого начала. Что вы были, например, недовольны тем, что называлось турборежим. Что вы все время упирались и говорили, что невозможно голосовать 70 законов в один день, ребята. Нет, смотрите, это... Коллеги не помнят уже этого. Я об этом тоже рассказывал. Вопрос не в том, хорошо турборежим или плохо. Вопрос не в скорости, а в качестве. Если у тебя качество соответствует скорости, замечательно. А тогда происходило другое. Не может же 70 законов в день, образно говоря, никакое соответствует никакое качество. Это даже не в законах было дело. Это было нарушение закона. Это было просто нарушение закона, на который предлагали пойти. Потому что была идея, гениальная идея, в первую ночь проголосовать 73 закона за Уснову и в целом. Ну, полностью проголосовать законы. Это нарушение закона о регламенте Верховной Рады Украины. Это нарушение Конституции. Надо отдать должное. С ним самосохранение. На тот момент фракция проявила, а президент тогда еще готов был слушать фракцию. И тогда этот вопрос поставили на голосование. За предложение президента проголосовать 73 закона проголосовало 1 треть фракции. 2 третьих фракции проголосовали за мое предложение все-таки не делать это в первую ночь. А дальше и параллельно... Почему кем эти законы были написаны? Это же они были написаны... Так вот вопрос-то в качестве этих законов. Некоторые до сих пор не приняты, и слава богу, называется. А это раз. А два, вопрос заключался в том, что одним из законов ночью должны были поставить и проголосовать законом о императивном мандате. И там сегодняшние лидеры фракции «Слуга народа», которых в помине не было в 2019 году, они рассказывают о том, как нужно поступать с императивным мандатом. Я реально являюсь сторонником императивного мандата. Но императивный мандат должен выписать так, чтобы он не использовался как механизм борьбы с неугодными депутатами. Конечно. А на сегодняшний момент у нас именно этим занимается офис президента. Борьбой с неугодными. Угодным можно все, что угодно, в том числе и нарушать закон. А те, кто не согласен, те, кто имеет свое мнение, те, кто не хочет быть как все, да, против них постараются применять репрессии. Когда вы впервые поняли, что дела не будет, ну, то есть, что вы не сработались, вы сначала это поняли, а потом начало все происходить? Или вам просто кто-то, я не знаю, там, Ермак президент сказал, что, Дима, если так дело пойдет дальше, мы не сработаемся? Смотрите, я не слушал, что кто говорит. Я работал. У меня не было на это время нежелания. Я понимаю, но все равно уже ощущение, когда первый раз появилось. У меня дискуссии с президентом были и до этого. Иногда они были очень жаркими. До этого до чего? До отставки. Я понимаю, да. Они, ну, они начали... Вот когда они начали быть особенно жаркими? Ну, смотрите, разговоры о том, что меня снимут, начались через, там, два месяца, по-моему, да, после того, как я стал главой Верховной Рады. Я не давал делать откровенную ерунду. Вот мы начинали с вами говорить, вы говорите, там, какие-то компромиссы. Я шел на компромиссы, да? Я шел на компромиссы где-то и с офисом президентом. Во-первых, я всегда предлагал алгоритм, как можно... Ну, это что, спецпроцедура, это же компромисс. Да, но, опять же, компромисс должен быть в формате соблюдения слова. И соблюдение обещаний. Когда все договаривались, и действующий сегодня спикер, и первый зам, и глава фракции, и все остальные фракции, и президент в том числе. Потому что спецпроцедуру мы применяем. Это же я договаривался на один закон по банкам. Хотя... А вы что, не понимали, что один раз не бывает? Смотрите, я привык... Есть даже пошлое пословица на это. Я привык держать слово. И если ты что-то обещаешь в парламенте, в котором к этому не привыкли, или за его пределами, то ты это должен держать. А если ты не держишь, тогда ты, извини меня, извините за бедноту речи, балабол. Так оно не работает. У меня были нормальные, конструктивные рабочие взаимоотношения со всеми фракциями в парламенте. И они были именно построены, потому что они знали, что правило одно для всех. Вот есть закон у нас про регламент. Я не давал больше слуге народа или меньше кому-то другим. Это во время отставки начали все рассказывать. Это как бедное монобольшинство страдало от моей работы. До этого, по-моему, замечаний не было. Можем поднять, посмотреть. И именно на этом базировалась моя работа. На последней пресс-конференции я увидела, что президент очень эмоциональный человек. Это было видно, вот я прям сидела с ним рядом, это было видно по его мимике, по его реакциям, по тому, как он быстро заводится и в какие-то моменты даже не очень хорошо собой владеет. И у меня возник вопрос, а как он ведется за закрытыми дверями? Мне кажется, что все это еще многократно усиливается. Вот когда вот эти вот дискуссии начинаются, что он делает? Бегает, кричит, матерится. Что делает Владимир Зеленский? Мне, наверное, будет некорректно говорить о том, как ведет себя президент за закрытыми дверями. Можно у него спросить, но я думаю, скажу так, пресс-конференция, поведение на пресс-конференции – это не предел. Не предел возможностей. Не предел возможностей. Понятно. Ну, я так и подумала, потому что, ну, совершенно очевидно, что перед журналистами он держался. Давайте оставаться в рамках все-таки приличия. Все все видят, все все понимают. Какой была последняя ваша встреча? Ну, вот прям после этого уже не было. Совещание по порядку Деннаму я на тот момент находился на больничном. Ну, не больничном, на самоизоляции во время коронавируса. Меня так подключили, что ни меня не было слышно, ни я не слышал, что происходит на совещании. Вот я, как бы, к циркам плохо отношусь. Ну, прекрасная встреча. Да, вот это была, наверное, наша последняя встреча. Все, на этом встречи закончились. Это онлайн, да. Поэтому как-то так. А по самая последняя встреча… Ну, это все, да. Наверное, все. Больше мы не виделись, больше не общались. А Максим Бужанский написал в своем телеграм-канале, ну, когда там перечислял, что не было сделано, что обещали, он сказал, ну, хотя бы, там, типа, выпишите друг другу удостоверение, это самое, слуг народа. Потому что никто до сих пор не имеет партийного удостоверения, член слуга народа партии. А что, действительно нет партийных удостоверений? Ну, смотрите, мы, когда закончилась президентская кампания… А партия есть вообще? На бумаге – да. Партийный проект есть, к сожалению. Это медийный проект даже. Мы, когда закончили президентскую кампанию, мы сразу взялись за парламентскую. Это было одно за одним. И построение партии – это очень серьезный процесс. Я возглавил партию, я прошел избирательную кампанию, мы получили результат. Я потом стал главой Верховной Рады. И, ну, нужно трезво смотреть на свои возможности. У человека есть 24 часа, 7 дней в неделю, больше времени нет. Я помню начало своей работы в качестве главы Верховной Рады. Бедная охрана, водитель, служба. Вот я им искренне не завидую работать со мной, потому что получалось так, что мы домой уходили, уезжали. Я еще за городом тогда жил. Уезжали в час ночи бывало, в два. Вот там час доехал – в три. В полшестого или в пять подъем и снова на работу. И в таком режиме мы прожили, наверное, первых полгода. Потом оно уже как-то наладилось, стало чуть-чуть поменьше, хотя на работу все равно там 7.15, 7.30 каждый день я на работе был. Так вот, времени на построение партии у главы Верховной Рады нету от слова абсолютно. Поэтому отправили тату. Ну, вы передали полномочию. И за этот промежуток времени коллеги должны были построить партию. В том числе и раздать партбилеты. Вот извините, вот не могу удержаться, но не верю я, что вы не понимали, что Корниенко не может построить партию. Ну, а ко мне, как говорится, тут… Ну, вы его рекомендовали или нет для этой должности? Его назначил президент, вот, в съезд его проголосовал. А был человек в партии, вот, ну, а Лена Шуляк может построить партию? Лена Шуляк может построить. Она хорошо разбирается в строительстве. Насчет парт строительства я не уверен. Посмотрим. А есть вообще там человек, который может построить партию? Не так вопрос стоит. А, во-первых, а, нужно ли кому-то, хочет ли кто-то построить партию? Первый вопрос. Давайте отсюда пойдем. Ответа у меня нет. И второй, даже если там есть этот человек, то ему должны сказать, настрой, вот, там, месяц, два, три, отпустить, вот, опять же, делегировать полномочия. А этого не произойдет. Ну, смотрите, Лена Шуляк при всем уважении к Елене Алексеевне, ее назначил президент, съезд утвердил. Ее ж партия не выбирала. Ну, конечно. Я думаю, что если мы даже по той тысяче, которая, 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 которая есть. И Андрея Борисовича нет. Не знаю, вот. А у нас, видите, непонятно, кто, как говорится, кто президент, потому что у нас Бурбе передает команды президента, глава офиса президента, по его словам. Поэтому, ну, очень странный, странный процесс, но даже не об этом. Вот, поэтому, возвращаясь к построению партии, построение партии – это кропотливая работа, это подбор людей, это… Ну, конечно, это очень специальная работа. Да, это специальная работа. Во-первых, в этом желательно разбираться. Далеко не всегда этим должен заниматься глава партии, этим может заниматься аппарат. Конечно. Но этому аппарату надо дать возможность это делать, а не постоянно его одергивать. Говорит, Иванова не трогай, поставь Петрова, Сидоров тоже пусть остается. Не могу удержаться, чтобы не поговорить с вами про Андрея Борисовича. Он в интервью РБК сказал, что, ой, не хочу говорить про Разумко, мне неинтересно про него говорить. Это радует. Знаете, знаете, нет, ну, когда человек так говорит, то независимо от того, интересно ему, неинтересно. Тут же даже дело не в этом. Интересно всегда мотивы произнесения это вслух. Мотивы произнесения это вслух, в общем-то, ну, как бы говорят об одном. Вы страшно его раздражаете. И он просто не может задержаться, чтобы не сообщить миру об этом. Почему вы так раздражаете Андрея Борисовича? И какой вы видите его роль? Потому что все вокруг говорят одно и то же. Он, там, регент, он человек, которому доверяют больше всего. Он фактически командует всем, вплоть до семейных встреч. Вот. Он тот человек, который имеет неограниченное влияние на президента. Я думаю, что во многом из того, что вы перечислили, это соответствует действительности. Раздражаю я его. Да мне честно, все равно. Ну, при всем уважении к главе офиса президента. Я не понимаю, почему у нас должность главного завхоза, она становится второй должностью в стране. Это же традиционно. Нет, я же об этом и говорю. Это не связано с Ермаком. Это объективно. Но такого не было никогда. Такого не было никогда, потому что президенты все-таки хотели получать разные точки зрения. Литвин, да, имел большое влияние. Медведчук, Балога. Балога имел большое. Но всеобъемлющего не было. Не было. Все-таки со спецструктурами Кучма сам решал. Ну, например, со спецслужбами. Смотрите, это не то, что он решал или не он решал. Это исключительно его полномочия. Это понятно. Я не представляю себе, чтобы Кучма передал через кого-то из глав администрации задачу главе службы безопасности. Да, я же говорю, что спецструктурами решал сам Кучма. Смотрите, я не работал в тот момент. Это лучше спросить у Леонида Даниловича. Насколько я знаю, все равно все решал он. Да, он собирал эту информацию, он прислушивался, он ее переваривал. Но решения были за ним. Решения за него не принимались. Я понимаю, да. А вот ваше человеческое наблюдение. Почему Ермак смог, а Богдан нет? Ну, то есть Богдан же тоже какой-то момент. Я же прекрасно помню, вот я их наблюдала, их вдвоем тоже имел большое влияние. Шутки, прибаутки, совместное времяпровождение. Вот это все было. Я думаю, что... Помню, как он крошил печенье на брюки президенту, ел там... Ну, и как бы они были достаточно близки. Я думаю, что разные подходы. Богдан, проблема Андрея Юсуповича, он настроил всех против себя. Он был во многом эффективен, но его форма общения и форма поведения была неприемлема для очень многих людей, в том числе и для меня. Любит ненормативную лексику. Не в этом суть. Вот сама форма, форма управления. Хотя он понимал процессы, потому что он давно находился вот в разных... Но Ермака тоже не любит. Ермака тоже не любит, поверьте мне, текстуреаду. Смотрите, думаю, что может быть даже больше, то, что я вижу, думаю, что больше, чем Богдана. Ну, вот почему этот удержался, а тот нет. Хорошо хвалит. Ну, вот другое дело, он комфортнее. Он удобнее, да, наверное. Он комфортнее. Теплее. Если мы говорим про теплую ванну, то теплее. Андрей Богдан недавно видел там у себя в Фейсбуке, так сказать, в специфической манере, присущей ему, как вы правильно заметили. Заявился он в Фейсбуке, что там пытается взломать его социальные сети, что СБУ в лице лейтенанта Баканова пытается, так сказать, за ним следить и так далее. Вот как вы считаете, действительно так болезненно относятся к бывшему окружению? Вот вы чувствуете какое-то пристальное внимание за собой, например? Так это даже никто не скрывает. Да? Ну, конечно. А как это происходит? В каком виде? Ну, смотрите. Вы можете почитать телеграм-каналы, близкие к Офису Президента. Я читаю постоянно. Слава Богу, в силовых ведомствах тоже хватает нормальных людей на среднем звене, которые это могут сказать. То поведение и те задачи, которые ставятся, они далеко отходят от норм и морали, и законов. Ну, окей. И это переживем. Дима, ну вот когда я читаю телеграм-каналы близкие к президенту, не к Близкой, я просто точно знаю, что эти люди сидят в офисе, и они там пишут. Ну, например. Между вторым и третьим этажом, да? Да. Некоторые прямо сидят в приемной у Михаила подалека люди. Я всегда поражаюсь. Вот как можно было на работу набрать столько каких-то феерических идиотов? Ну, судя по тому, что они пишут, как они пишут. Почему такое пренебрежение к профессионализму в любой области? Объясню. Профессионал – это человек, который знает, что делать. Но он обладает своим мнением и требует уважения к себе. Он будет вам отвечать взаимностью, он будет уважать вас, он будет отстаивать свою позицию. Но он не будет попкой-дураком, который на любую команду будет отвечать «Есть, я пошел ее выполнять». Потому что он понимает последствия, особенно если эта команда глупая и вредная, понимаете? Часто набирают по принципу хороших исполнителей, которые не думают. Помните этот мультфильм «Чего изволите новый хозяин?» Два словарца, одинаковых с лица. Вот таких сегодня хватает. Вот, к сожалению, хватает. К сожалению, потому что для страны это плохо. Лучше вот можем просмотреть тенденцию изменений с 2019 года. В 2019 году очередь стояла людей, которые хотели попасть в команду, которые хотели попасть на должности. Притом многие из них хотели попасть на должности не потому, что они хотели должностей. Они были самореализованы в жизни, многие из них. Они хотели попасть на оппозицию, поскольку понимали, что они на ней будут эффективными. И с каждым месяцем их становится все меньше и меньше. Сейчас вы кандидата на должность министра нормального не найдете. Потому что люди, которые разбираются, которые профессиональны, они еще параллельно сами себя уважают. Раз. Два. Дорожат своей репутацией. Зайти на министерство и его выгонят через три месяца без объяснений. Просто будет команда, напиши заяву. Ну, к сожалению, это многих не устраивает. А взять на себя просто негатив без результата тоже никто не хочет. Вы слушали выступление Зеленского, ну, вот это вот ежегодное послание. Да, правда, они на год почти ошиблись, потому что оно в марте должно быть, согласно конституции. Ну, бывает. 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 А какое у нас впечатление это произвело? Все эти экономические паспорта? Я, наверное, буду некорректным. Я передам слова коллег по парламенту, при том, из разных фракций, в том числе из «Слуги народа». Все говорят, ну, мы послушали про Финляндия. Каждый называл свою страну. Финляндия, Норвегия, Лихтенштейн, другие развитые страны. Говорят, мы про них послушали, когда мы начнем слушать все-таки про Украину. Про Украину. Я понимаю, что должны быть победные реляции. Это правильно. Президент должен заряжать оптимизмом. Но он должен адекватно оценивать ситуацию в стране. Да, у нас есть плюсы. И в том числе плюсы в работе президента, Верховной Рады, кабинета, притом всех. Они конкретно взяты одного человека. Один человек ничего в этой стране сделать не может. Как бы ему это ни хотелось. Забрать к себе все победы? Да, может. Но, опять же, люди умные, люди все видят. Но у нас куча проблем. У нас с вами война. Ну, вот у меня не было ощущения, что это выступает президент воюющего государства. У меня не было... Я не услышал о тех проблемах, которые сегодня стоят. Война, энергетический кризис, экономический кризис, ковид. Реально проблематика. Мы все уже победили. Так где же мы победили? Ну, давайте будем в адеквате, как говорится. Давайте выйдем на улицу и спросим у людей. Мы все победили. У нас уже здесь лучшее государство в мире. Я боялся, что просто после этого выступления начнут границы закрывать, чтобы к нам не ломанулись и все в Украину жить. Потому что... Но не ломанулись же. Не ломанулись, слава богу. Ну, потому что это... Как вы относитесь ко всем этим таким немножко маниловским каким-то... Плохо отношусь. ...обещаниям, там, экономический паспорт, там, они будут задавать вам олигархи деньги вашим детям. Ой, олигархи, олигархи... Главное, чтобы олигархи не давали деньги политикам. Вот, потому что, когда ты одной рукой берешь, а другой начинаешь с ними бороться, ну, часто это выглядит глупо. Вот. Или... Ну, мы это в истории уже не один раз видели. Проходили неоднократно. Да, неоднократно проходили. А ведь берут же. Олигархия – это плохая история для страны. Это большая проблема для страны. С этим согласятся все. Но в олигархическом подходе есть два субъекта. Есть бизнес, который пытается разными путями, в том числе и взятками. Ну, давайте называть вещи своими именами. Повлиять на власть для того, чтобы сделать себе лучше. Есть власть, которая или соглашается, или не соглашается. Я не видел ни одного, кому бы там приходил олигарх, засовывал в карманы, настоятельно требовал. Так оно не работает. Ты или соглашаешься на эти правила игры, или не соглашаешься. И для этого не надо закон об олигархах. Ну да, когда вы берете и говорите, надо побороться, чтобы еще больше принести их. Да, не надо закон об олигархах. Ну, для этого нужна антимонопольная система серьезная, лоббистская система независимая, судебная система независимая, и антикоррупционная система независимая. Вот четыре составляющих вам поборят олигархи. А не улю-аля с флагом наперевес, а параллельно происходят абсолютно другие процессы. И параллельно это заводится на Эрнбок, у которого получаются несвойственные неконституционные полномочия по влиянию на эти процессы. И суд же не в олигархах, суд же в медиа. Ну, это же правда тоже. Ну, зачем? Давайте называть вещи своими именами. Вот очень много вопросов, поэтому так очень расширенно мы просто физически не успеем. Я буду вам задавать, а вы, вот если можно, сжато просто свое отношение к этому. Как вы относитесь к тому, что ОП и «Слуги народа» воюют с журналистами? Совершенно очевидно. Плохо. Это война против самих себя, которая обречена на поражение. Вы слушали много в последнее время, да, там и пресс-марафон, и все остальное. Вот это вся история. Бутусов, Бурба, разведчики против Зеленского, Эрмака, Лещенко. Кому вы склонны? Офшоры. Кому вы склонны в этих всех историях верить больше? Дело вагнеровцев. А тут не надо, кому я склонен верить или не склонен верить. Здесь берем и делаем расследование, только без влияния на Следственную комиссию парламентскую, без влияния на правоохранительные органы. А так, как предлагал тот же Бурба, давайте возьмем всех на детектор, отправим и посмотрим, есть крот, нету крота. Случайно слили или специально слили. Притом ответственность же все равно должна быть. Даже если слили случайно, и это недоработка. Дмитрий, а почему детектор? Ну, слушайте, детектор же можно обмануть. А почему вы нормальное расследование не проведете? Нет, так это одно другому уж не мешает. Бурбаш в эфире об этом все сказал. Всех, кроме президента. Президент был в курсе этой операции с самого начала. Во-первых, у меня возникает вопрос. Когда ты пытаешься что-то спрятать или соврать, а потом как-то выйти из этой ситуации, выглядит глупо. У президента менялись показания постоянно. Потому что сначала операций не было. Потом это была операция российских спецслужб. Потом это была наша операция. Потом это стала операция Бурбы. Еще что-то. А по факту, ну, это наша операция. То есть это были наши деньги. Давайте не забывать, это серьезные деньги были потрачены на эту операцию. Ваши, мои, те, кто нас сегодня смотрит. И за это тоже нужно нести ответственность. Кто-то их просто так считать не потерял. Люди рисковали жизнью. Вот последнее, опять же, всех людей после этой операции поувольняли. Но иногда это складывается впечатление, что заметаются следы. Это неправильно. И для того, чтобы снять вот этот накал, должно пройти следствие. Независимое расследование. Следствие. Я понимаю, там очень много вещей под грифом секретно. Абсолютно там таемно, целком таемно. Но, и это не нужно всем показывать, но сделайте внутри себя проведение. А возможно ли у нас сегодня независимое расследование? Уже вот, учитывая, какое влияние имеет на... Пока еще нет. Ну вот, нет профессионализма. Пока еще нет. Но всему свое время. Посмотрим. Как вы считаете, обсуждение, ну вот, День рождения Шустера, вот такое бурное обсуждение. Кто туда летал? Съемки в ресторане, еще что-то. Я вот не могу понять, о чем это вообще? Зачем это? Ну, хорошо, что туда не летали президент на вертолете МЧС. Уже радует. Вот. А я не помню там полный список участников. Полный список участников. Люди приватно жить не имеют друг друга право брать на тот самый день рождения. Имеют право друг друга поздравить. Точно так же, как и госслужащие и представители высших эшелонов власти имеют право отпраздновать свой день рождения. Вопрос был только в другом. Зачем его праздновать на государственной даче, которую мы там планировали отдать детям? А второй вопрос, зачем туда летать государственными бортами? Президент действительно имеет право летать бортами. И я имел право летать бортами. Но вот я за всю свою каденцию, там чуть больше двух лет, я ни разу не взял государственный борт для того, чтобы полететь в заграничную командировку. Я всегда летал лоукостами, с пересадкой. И ничего, ну не поломался, видите, руки, ноги на месте. А денег нормально сэкономили. Например, за этот год сэкономили 19 миллионов гривен. Выходил ли на вас кто-то из олигархов или из большого бизнеса, чтобы предложить свою поддержку в построении новых партийных структур и так далее? Пока нет. А если выйдет, то что? Я надеюсь, что мне что не выйдет. Я справлюсь с этим сам, с командой. Но если будет расти ваш рейтинг, то выйдут обязательно. Что значит выйдут? Ну, здравствуйте, Дмитрий Александрович. Мы готовы, если вам нужно строить новые партийные структуры, создавать в городах... Я думаю, что и в городах, и в районах найдутся люди, которые будут помогать строить партию. То есть с большим бизнесом связываться не будете? Мы вот прошли этот путь в 19-м году. Но это была уж уникальная ситуация. Правильно. Там же никакого и особого Дмитрия Александровича пути. Вы же сами говорите, партий нет. Это было просто такой блицкринбел. Правильно. Сейчас же такое невозможно сделать. Вы недооцениваете количество людей, которые сегодня приходят с предложением поддержки. Притом это не то, что там деньги приносят, говорят, на возьми денег. Кто-то предлагает офисы, кто-то предлагает помочь в организации процесса. За этот промежуток времени, для понимания, абсолютно безвозмездно, то бишь даром, что является уникально тоже для украинского рынка, по состоянию на сегодня, когда мы с вами пишем это интервью, 13 партий общеукраинских обратилось с предложением их возглавить. 13. Круто. Реальна ли угроза российской агрессии сегодня? Мы находимся в состоянии войны уже с 2014 года. Нет, ну я имею в виду широкомасштабная. Сейчас мы находимся в состоянии войны, в состоянии того, что часть наших территорий оккупирована. С 2014 года мы должны быть готовы к любому развитию событий, в том числе и полномасштабной войне, каждый день, каждую минуту. К сожалению. Да, это правда. Или это может сегодня произойти? Я думаю, что прям вот таких острых предпосылок, которые сегодня являются ключевыми для начала такой полномасштабной агрессии, пока я не вижу. Дай бог и не увидим. Но еще раз повторюсь, мы должны быть к этому готовы. Потому что ситуация меняется, вопрос не в том, где сконцентрированы эти войска. Прямо возле границы или там за 240 километров от границы. Время переброски войск, это буквально считанные часы. Ну конечно. А если мы говорим с вами о ракетном вооружении, которое есть у Российской Федерации, авиации, другие средства, ударные средства, то недооценивать это ни в коем случае нельзя. Но и панику разводить тоже не стоит. Власть должна вселять уверенность людей. Это не значит, что президент должен был выйти на пресс-конференцию, я бы если был на его месте. Когда ты выходишь на такую пресс-конференцию, не надо заниматься шапкозакидательством. Нужно сказать, что мы понимаем, мы готовы, нами предприняты те-то, те-то, те-то общие вещи. Ни в коем случае нельзя вдаваться в подробностях, где у тебя какие войска стоят, потому что это закрытая и секретная информация. Но люди после этой пресс-конференции должны понимать, что власть знает, как реагировать, если не дай бог что. Смотрите, Зеленский говорит о прямой встрече с Путиным. Путин говорит, что он дает понять, что никаким переговорам он не готов, не будет их проводить с Зеленским. Ну вот, а на первом взгляде такой тупик. Есть ли выход из этого тупика? Практически всегда есть выход. Практически всегда есть выход. Возможен ли он сегодня при той расстановке политических и геополитических сил, быстрых позитивных изменений, я думаю, что ожидать не стоит. Мы видим позицию Российской Федерации, мы видим, как меняется позиция в офисе президента. Она тоже какая-то такая хаотичная. Мы видим, что происходит в рамках нормандского формата. Поэтому я думаю, что, к сожалению, завтра-послезавтра вопрос не закроется. Госпереворот. Зачем нужно было это придумывать? Зачем эти волки-волки? Это не волки-волки, это глупость-глупость. Ну извините, ни в коем случае никого не хочу обидеть. Но это реально редкостная глупость. Когда президент... Вот смотрите, я же смотрел пресс-конференцию. Когда президент страны, воюющей страны, на фоне того, что, возможно, полномасштабная агрессия, о которой мы только что с вами говорили, сидит на итоговой, не итоговой пресс-конференции и говорит, что смотрите, у нас первого числа планируется государственный переворот. Я ожидал, что после этого пресс-конференция закончится. Дальше на нее выйдут или рядышком присядут. Глава службы безопасности... Это по идее прямо во время пресс-конференции должны были быть аресты. Смотрите, вот сейчас идут аресты, задержания. Сейчас идут задержания, сейчас проходят обыски. Мы такие-то разведывательные диверсионные группы уже обезвредили. Там нашли какие-то схроны. Там, 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 там. Мы молодцы, мы предотвратили государственный переворот в стране. Что по факту мы получили? Приходит президент первого числа и ни слова о государственном перевороте не говорит. Ну, это ж не игрушки. Это ж... Это человек, который отвечает за безопасность страны. Он гарант конституции. И он сам... Именно он несет ответственность за эти процессы. Просто сказать, что, ну, мы ошиблись, я пошутил. Ну, это ж не стендап. Так, так же оно не работает. Ну, да. А работает ли ваша жена, чем она занимается, если она работает? Сейчас не работает. Она сейчас находится с детками в декретном отпуске. До этого работала. Я думаю, что чуть позже тоже снова выйдет на работу. А кем она работала до этого? Она работала в Укроборонпроме. Правда ли, что у вас был ломбардный бизнес? Потому что об этом пишут постоянно. Было аж 4 ломбарда. В свое время мы их с партнерами купили. В Киеве или? Да, он получился, как я говорю, убыточный. И потом продали. А сейчас я не имею к нему никакого... А что он убыточный? Ну, вот так получилось. Бывают и убыточные у вас проекты. Ну, бывают, да. Сейчас я не имею, и моя семья не имеет к этому никакого отношения. Опять же, офис президента раз в полгода достает эту тему. Но я вам больше скажу. Я уже предлагал и публично об этом говорил. Если так эта тема беспокоит, можно... Я думаю, что они могут договориться с нынешними владельцами. Как раз и деньги с офшоров смогут завести. И в стране пополнение, и налоги заплатятся. Если считают таким успешным и прибыльным, будет еще одно направление рядом с кварталом. Зарплаты в конвертах в Верховной Раде. Все-таки я знаю, что я вам задавала этот вопрос. Вы допускаете мысль, что они все-таки были? Смотрите, я допускать вообще не люблю. Давайте я за себя буду говорить. Я зарплаты в конверте в Верховной Раде... Я сейчас не в здании Верховной Рады, а за время моей работы в Верховной Раде ни от кого не получал. Ни от кого. Ни от бизнеса, большого, малого, среднего. Ни от кого-либо другого. Мне просто депутат Верховной Рады одна рассказывала, что она прям видела, как в туалете в женском. Это не Поляков видела, а видела именно она. Рассказывала, как глава комитета раздавала деньги девушкам, депутатам. И она говорит, что все-то было задокументировано, и Поляков все там на бот давал. Но расследований никаких нет. Не знаю. Я в женский туалет не хожу. Ну, это понятно. Слава богу. А по поводу меня таких разговоров не слышали? Нет, по поводу вас не слышал. Слава богу. Ну, более того, мне говорят, что разумковывают они про деньги все-таки. Мне даже сказали, что вы... Даже мои враги об этом говорят. Да, даже не торговали во время предвыборной кампании. Хотя могли бы тогда... Чем местами? Да. Нет, не торговал. И считаю, что это вообще нельзя было делать. Но остальные это делали? Члены вашей команды? Ну, скажем так, без моего ведома и многим, наверное, мои действия помешали реализовать. Такие коварные платы. Если Украина страна, в которой очень сложно что-то менять. Очень сложно, потому что вся эта вот... Все эти люби-друзи, это же все, так сказать, не вчера возникло. И здесь круговая порука всегда. Здесь всегда круговая порука из того, что все можно купить, что можно, если у тебя есть связи, все решить и так далее. Вы действительно верите, что здесь, возможно... А это такой уже финальный вопрос. Разумная политика, то, что называется. Действительно верю. И разумная политика может быть... Я сейчас даже не про МФО, а в принципе, она может быть по всем направлениям. Это экономическая политика, разумная международная политика, разумная безопасная политика. И тут, кроме ума, должна быть еще и совесть. Вы задали вопрос, можно, можно, но оно всегда начинается с тебя. И всегда рыба гниет с головы. Конечно. Я помню 19-й год, когда все ходили и счастливо рассказывали, что вся контрабанда остановилась и не знают, кому деньги нести. И действительно, они не знали, кому деньги нести. Но недолго музыка играла. К сожалению, недолго музыка играла. К сожалению, недолго музыка играла. Но она же играла. Просто дальше было два варианта развития событий. Или продолжить этот концерт, или перейти в какофонию. Мы перешли в другое. Но это все равно начинается с тебя. Это с каждого из нас. В том числе и те, кто нас сегодня смотрит. Просто когда... То есть, когда Данила Гетиманцев делает грустные глаза и говорит, ну, к сожалению, мы пока не можем контрабанду. Всегда же продвигается мысль, что главный начальник, он ничего не знает и не причастен. И это вот эти вот какие-то там ребята где-то, кое-где у нас порой, вот они, к ним стекается вся контрабанда. Но это же вранье. Это вранье. Это вранье. Все все знают. Да, не всегда это можно доказать. Тут, смотри, не всегда это можно доказать. Но все равно так или иначе достигается главный кабинет. Но когда за силовой блок у нас несет ответственность президент, он же прекрасно понимает, они ему докладывают где, что, как. А если не докладывают, тогда надо менять. Но я уверен, что докладывают. И да, есть вещи, которые очень тяжело доказать. Это правда. Здесь не может быть. Все равно не может быть РНБО. Простых решений. Не может быть РНБО. Не может быть выездных троек. Потому что там хвастается, рассказывает про тройки. Мы уже тройки видели. В 37-м году троек было. Нам осталось на РНБО еще купить черные воронки. И все, уже можно дальше не ходить. Но в тройках же самое ужасное даже не то, что они там кого-то карают без суда и следствия. Самое ужасное то, что и в 37-м, и сейчас они карают чужих, а своим дают все. Да. То есть они фактически не наводят порядок. Да, но опять же нужно хорошо знать историю. Потом, через какой-то промежуток времени, и те, кто ездил в этих тройках, их постигла та же участь, что и тех, кого эти тройки забирали и судили. Ну, система гумеранга. Поэтому, да, система гумеранга, она работает. Она все возвращается. В мире так. Либо закон для всех. Правильно. Поэтому, если ты не знаешь, как поступать, поступай по закону. А то, когда ты одной рукой пытаешься показать, каким молодцы, а другой рукой делаешь неправильные вещи. Вот это неправильно. Да, это можно какой-то промежуток времени, извините за славу, проехать. Но все равно это потом приведет к негативным последствиям. Все равно недолго. Спасибо большое, Дмитрий Александрович. Спасибо. Дмитрий Александрович.